Здравствуйте, дорогие мои друзья! Христос посреди нас! Я решила продолжить читать Евангелие вместе с вами и выкладывать эти выпуски в общий доступ. Единственное, мы отключаем комментарии. Сейчас вообще, наверное, это самое разумное, что может сделать человек, вынужденный работать как-то, присутствовать в соцсетях, это отключить комментарии. Мы с вами будем продолжать читать Евангелие так же, как раньше. Раз в неделю я очень постараюсь не сбиваться с этого ритма, несмотря на то, что начинается Великий пост, и по церковному Великим постом не читается Евангелие, но не читается в церкви, кроме субботы и воскресенья. Больший акцент делается на Ветхий Завет. Однако, мне кажется, что для нас с вами в сегодняшней нашей нынешней ситуации очень важно именно продолжать вместе читать Евангелие. Мы будем читать Евангелие с вами по-русски, не по-церковно-славянски. Причина очень проста. Евангелие на церковно-славянском языке оказалось вместе с другими книгами у нас упаковано и едет к нам сюда, в Северную Ирландию. Вот мы уже даже полки для книг купили, поставили. И, в общем, пока то, что у меня оказалось в чемодане с собой, это вот такое небольшое Евангелие на русском языке. Но, опять же, вы видите меня зеркально, поэтому так странно выглядит. Ну что же, порадуются те, кто возмущались чтением на церковно-славянском, ну, а те, кто, наоборот, любили, что мы читаем по-церковно-славянски, ну, простите, да, это вот так получилось. Мы продолжим читать 17 главу ровно с того же места, где мы с вами и закончили. И когда я вчера готовилась к нашей встрече с вами, к чтению Евангелия, я удивилась, насколько же промыслительно вот то, что мы сейчас именно продолжаем читать дальше, потому что отрывок, который мы будем читать, отвечает на те вопросы, которые больше всего волнуют сейчас всех верующих, думающих христиан. Давайте сперва прочитаем, а потом поговорим, порассуждаем. И, разумеется, как всегда, я напоминаю, что я ни в коем случае не занимаюсь с толкованием Евангелия, я пересказываю вам то, что пишут святые, святые отцы, толкуя данный момент. Вот в сегодняшнем конкретно чтении я буду прибегать к трудам святителя Игнатия Бринчанинова, у него есть такие аскетические беседы, также Ефрема Сирина, толкование на Евангелие, и, конечно, как всегда, святителя Феофилакта Болгарского, который обычно суммирует все, что писали Иоанн Златоуст, Василий Великий, да, другие более древние, жившие ранее него отцы, и как бы выдает такой очень простой, удобный, удобоваримый вариант, да, как бы такое собрание мыслей более древних отцов, живших до него. Хотя, впрочем, всегда призываю вас самих читать, особенно святитель Иоанн Златоуст, это очень легко читается, так что не поленитесь, да, найти и читать его проповеди к праздникам и так далее. Итак, глава 17, мы начинаем со стиха 20 и до конца главы. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет в Царствие Божие, отвечал им, не придет в Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом Сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и покубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Пророческие слова Христа, как мы с вами всегда говорили, нужно понимать в разных временных пластах. Об этом нам говорят и толкования святых отцов. А именно здесь Господь говорит и о конкретных ближайших грядущих событиях, то есть страшном разрушении Иерусалима от римлян, войне, которая будет этому предшествовать. Также о временах Антихриста, на чем, кстати, делает особый акцент святитель Игнатий Бринчанинов в своих аскетических беседах на это Евангелие, когда ссылается. И также о втором пришествии Господа, то есть о том, каким оно будет. Все стремятся к Царствию Небесному, да? Вы удивитесь, но даже неверующие люди имеют вот эту идею рая. Разница только в том, что идея рая людей верующих, она очень сильно отличается от той идеи, которая присуща, скажем так, людям неверующим, и тем более идея христианская, понятие христианское, вернее, о том, что такое Царствие Небесное, коренным образом отличается от всех остальных. Поясню. Построение рая на земле, то есть некоего идеального общества, где будет полное счастье, равноденствие, благополучие, простите, благоденствие, я говорила, благополучие, равноправие всех людей, ну, эти идеи, они всегда были и есть, и будут, наверное, у самых разных народов и в самых разных религиях, и, наоборот, у атеистов и безбожников. Есть стремление вот к этому, желание этого блага, счастья, покоя, мира, да? Ну, каждый человек этого хочет. Ну, нет людей, которые скажут, нет, а я вот этого не хочу, да? То уж как-то совсем, наверное, малая часть. В основном все стремятся к этому. И вот как раз-таки посмотрите, кто спрашивает Христа о Царстве Небесном? Фарисеи. Фарисеи представляли себе Царствие Небесное так, как они понимали древних пророков, которые им это Царствие Небесное обещали, особенно с момента Вавилонского плена, а именно как земное торжество правды Бога. Вдумайтесь и вникните в то, что я говорю, земное торжество правды Божией. Они не хотели земного царства во главе с Мессией, где просто будут молочные реки, кисельные берега, и золото будет падать с неба на голову. Нет. Они хотели утверждения праведного, благочестивого, жития по заповедям Божьим, но здесь, в земной жизни. И для этого должен был прийти царь-мессия, спаситель мира, который все это обустроит и сделает. Для этого надо было победить внешнего врага. Внешним врагом были римляне, оккупанты, язычники, безбожники, развратники, греховодники, как хотите называйте, с точки зрения иудеев, евреев, верующих, это было так. И они, соответственно, сосали кровь из народа, они разлагали народ морально, нравственно, духовно, физически обескровливали налогами, непомерными тяготами, убийства чинили, расправы с народом. То есть они были жутким бременем. Поэтому именно перед рождением Христа, когда уже римляне владели Израилем, все территории Сирии и Палестины, так усилились ожидания спасителя, спасителя, который придет и, наконец-то, под фанфары, так сказать, победит, сметет с лица земли всех врагов, освободит всех, так сказать, от иго безбожной власти римской, по-другому не скажешь, и, соответственно, будет благоденствие Царствия Божия на земле. Это искаженное было понимание? Да, они исказили слова пророков, они как бы их приземлили, они их превратили в мирскую идеологию, но, тем не менее, ссылались они на священные писания, на слова древних пророков, которые, если вы почитаете, тот же пророк Исаия, пророк Иеремия, другие, которые писали до Вавилонского плена и в период Вавилонского плена и дальше, а все пророки Михеи, все писали в то время. Можно так их понять, только они говорили на духовном уровне, а люди это понимали на мирском, земном. И вот, соответственно, Христос им-то именно и отвечает, что вы не там ищете Царствие Небесное, и говорит очень жесткие, вообще-то страшные слова. Не придет Царствие Божие приметным образом. То есть как? Оно придет, мы даже не узнаем, что оно пришло? Нет. Здесь немножко другой смысл. Приметным образом это значит материальным образом, физическим, видимым, ну, осязаемым, да? И это, в принципе, говорит всем людям земли, у которых есть идеи построения Царствия Божьего на земле, ради ли дурных целей, безбожных, или наоборот, благих целей, да, соединения, вот как божественной власти, человеческой, воплощения всех духовных идеалов на земле. Он говорит, им этого не будет, это невозможно, и этого не будет. Ну, вспомним, таких идей было очень много, да, вот, ну, чайнее евреев, да, вот, ну, нам с вами, как русским людям, самое близкое знакомое, это коммунизм, да, идея коммунизма, построения рая на земле. Ну, на самом деле, есть очень много таких теорий, идей, да, там, панславинизма, панмонголизма, там, я не знаю, даже вот, если так, разбираться, то, что делали нацисты, это мы понимаем с вами, что это зло, но с их точки зрения, там тоже была своя правда о счастливой жизни, о рийской расе, о национальных ценностях, о крепком, так сказать, обществе, только там, как и всегда, везде прокрадывается коррупция, обман, да, кто-то видит это сегодня, да, вот, в сегодняшнем нашем мире, вот, вот, вот эта идея идеального, правильной, идеальной, счастливой жизни, кто-то видит в сытости, в богатстве, в свободе воли человека, в свободе, в смысле, человек может решать свою судьбу, свободно высказывать, свобода слова, да, кто-то видит это в западной модели мира и прославляет Евросоюз, другие, наоборот, называют его Евросодом и прославляют другие режимы, которые они считают более правильными, более богоугодными, вдумайтесь, Христос на все это ответил, царствие Божие не приходит приметным образом, если вы скажете, что, а откуда я, как бы, знаю, да, что это так, почему я так решила, может быть, это имеется в виду о втором пришествии, просто лишь, да, но что не придет в второе пришествие, вот в таком-то районе, на такой-то улице, пришел Христос, Господь дальше продолжает, царствие Божие внутри вас, да, видите, и не скажут, вот оно здесь, в этой стране, или вот там, в том обществе, ибо вот царствие Божие внутрь вас есть, вот подтверждение, да, того, что о чем здесь говорит Господь, царствие Божие внутри нас, и дальше он уже не говорит с фарисеями, он разъясняет, как это, что это, почему это, уже только ученикам, дальше и сказал ученикам, и начинает он со скорби, он говорит ученикам, придут дни, когда пожелаете, чтобы хотя бы один денечек вернуть, вот сейчас, из той жизни, которую вы имеете со мной, когда я был рядом с вами, ходил вас, с вами оберегал вас, беседовал с вами постоянно, вы меня видели и слышали, то есть придут дни, когда нам покажется, Господи, где ты, где Христос, где правда, вообще кто прав, вот сейчас люди чаще всего задают этот вопрос, мы изуверились во всем и во всех, где правда, где истина, мы запутались, и вот для того, чтобы распутаться, нам нужно вслушаться в мудрые слова, вот святых отцов, например, Ефрема Сирина, чью молитву мы будем сейчас с вами великим постом читать, Господи, Владыка, живота моего, да, а именно он говорит, что начинается все, начинается Царство Небесное с покаянной молитвы, он говорит, кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом, а как же, я же молюсь о великом, о добром, о вечном, о справедливости, еще о чем-то, о всем мире молюсь, да, о людях, там, не знаю, о каком-то идеальном устройстве там общества, о победе тех, кого считаю правыми поражения, и кого считаю неправыми, а он говорит дальше, все вот эти идеи про душевную чистоту, здравие, созерцание, духовное здравие, да, разумеется, созерцание, пребывание с Богом, пребывание в каком-то идеальном, вот, да, духовном состоянии, все это, любовь даже сама, он говорит, это все дает Господь, а мы, говорит, это взять силой, желанием, не можем, вот так он пишет нам, нам, нельзя нам с ожиданием домогаться этого прежде времени, ибо написано, не придет царствие Божие с соблюдением ожидания, и вот в ком оказалось такое намерение, те приобрели себе только гордость и падение, то есть то, что мы говорим, впали в прелесть, что и произошло, да, Гитлер из гуманного доброго немца превратился в страшного врага и человека, который просто сатанинскими делами занимался, Наполеон тоже из добрых желаний превратился в страшного агрессора, коммунисты из желания братства, равенства тоже превратились в себе противоположной, ну и так дальше список вы можете продолжать, «А мы область сердца, говорит Ефрем Сирин, приведем в устройство делами покаяния и житием богоугодным Богу, а Господне же придет само собою, если место в сердце будет чисто и неоскверненно». То есть, иными словами, Царствие Небесное – это приход Спасителя к нам в сердце, и кто имеет Господа у себя в сердце, уже живет в Царстве Небесном. А как это происходит? Господь говорит, «Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого, так будет Сын Человеческий в день свой». Это говорится и о Втором Пришествии Спасителя, и говорится о том, как Царствие Небесное образуется внутри нас. Опять же, Ефрем Сирин цитирует нам здесь апостолов и говорит о том, что, как апостол говорит, что «близко к нам Слово в устах наших». Нам не нужно никакого долгого времени, чтобы уверовать. Нам не нужно, и Христу не нужно долгих каких-то путешествий, каких-то процессов супер. Господь может за даже не миллисекунду гораздо быстрее оказаться в нас. То есть, иными словами, Царствие Небесное ближе к нам, чем мы думаем. Оно не за порогом смерти. Оно не где-то в далеком будущем, когда будет Второе Пришествие. Оно уже сейчас здесь на земле, близ каждого из нас. Путь в Него через покаяние и веру. Вот то, что говорят нам с вами святые отцы. А дальше Господь говорит, «Но прежде моего прихода, как молния, надлежит Сыну Человеческому много пострадать». То есть, иными словами, напоминает. Ученики, наверное, там, «Как молния, Он опять придет к нам, наш любимый Господь». Он говорит, «Подождите, да, все это будет, но через страдания надо будет пройти. Так же, как и мне, так и вам». И дальше Господь предостерегает от беззаботности. Мы все этот отрывок знаем и понимаем его. Смысл очень, так сказать, прямо и просто обычно. Что, ну вот как во времена Ноя, пили, женились, там, да, все, и вдруг раз, и всемирный потоп. И точно так же, как Лот, раз, и неожиданно наступило разрушение Содома и Гаморы, и пришлось Лоту бежать и так далее. Но здесь на самом деле нужно вдуматься чуть-чуть глубже. Нам тоже святитель Феофилак болгарский предлагает это сделать. Никто, кроме Ноя, не верил во всемирный потоп. То есть никто, кроме Ноя, не верил в прекращение удобной, приятной, обыденной, мирной жизни. И это с точки зрения Бога, там были грехи, а с точки зрения людей их не было. Они жили-то хорошо, да? И, соответственно, кроме Ноя, а у Ноя было чистое сердце, и никто не видел ситуации. И только Ной смог расстаться с родным домом, понять, что это все сейчас его родную землю, родной дом, место, где он живет, все это уничтожится, нужно войти в ковчег. То есть войти во внутренний дом своего сердца, своей души, затвориться там и пережить этот потоп, вверившись полностью, положившись на руки Божии. Вот вы вообразите себе на минутку Ноя и его состояние, вы поймете, о чем я говорю. Представьте себе, что это вы, что вот сейчас вам бы сказали, да? Построй корабль, вот ничего с собой туда не возьмешь, да, кроме своих детей и жены там, да? И вот по воле волны. Ведь когда сорок дней лил дождь, и вот эти все источники земли открылись, думаете, Ноя не было страшно? Конечно, было. А когда он строил ковчег и понимал, что все вот эти деревья, животные, вся жизнь вокруг него сейчас исчезнет, ее больше не будет, ему не было страшно, упование на Бога, готовность, непривязанность и особо сильно Господь продолжает эту мысль, когда говорит о жене Лота, да? Как Анна Андреевна Ахматова, отдавшую жизнь за единственный взгляд, да? Как женщина, она очень больно и остро ощутила всю трагедию жены Лота. Ну как же не оглянуться на место, где родились твои дети? Родина, Содом, да? Или для нее не родина, в смысле она... Мы не знаем, кстати, где родилась жена Лота, мы не знаем этого, но тем не менее, ну, земля, где очень много лет они жили, да, и хорошо жили, любили это все, привыкли к этому. Там у нее дом и хозяйство было, они жили не бедно. И вот она только посмотреть ведь оглянулась. За что же такой ужас она превратилась в соляной столб? Она погибла навсегда. Потому что, когда мы свой внутренний исход из Египта совершаем, из Египта своего греха, то должна быть решимость и нежелание смотреть назад. А враг зацепляет самым дорогим, самым родным, самым болезненным. Враг, он очень хитер, коварен, поэтому он давит на наши чувства. Иногда даже на такие святые чувства, как чувства патриотизма, любви к родине, доверия старшим нашим и так далее. Он давит на это, он зацепляет. А наше дело, как лот, смотреть вперед и что видеть? А как же не заблудиться? Ну, что же это вы, Анна, тут призываете нас? Понимаете, вот никого не слушаться, какую-то тут ересь, анархию разводите. Нет. Нам нужно слушаться Евангелие Спасителя, нам нужно слушаться заповеди. Заповеди — это как в вехе. Господь сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Господь сказал, не убей. Господь сказал, не укради. Люби, благословляй врагов твоих. Не возжелай жены брата твоего. И если нас даже самые родные люди и люди, которые у нас вызывали самое горячее доверие и преданность, вдруг начнут учить другому, мы не будем их слушать. Потому что мы знаем, что, как жена Лота, если ангелы сказали, выйди из Содома, вот надо из него выйти. А Содом не обязательно это место, город на земле. Это может быть наш внутренний Содом, наше внутреннее состояние. Это могут быть наши грехи. Это может быть наш образ жизни неправильный. Это может быть разное. И вот, соответственно, жена Лота, как пишет Феофилакт Болгарский, она обратилась в соляной столб, как бы осталась во зле. И даже такая фраза «привязанность к родному» сделала ее примером поражения. Вдумайтесь в эти слова. Эти слова сказаны христианам разных совершенно времен, и нам с вами в том числе. И вот дальше Господь говорит, что в тот день, опять же, святые отцы, кто-то пишет о временах Антихриста, а кто-то о временах Второго пришествия. То есть эти слова можно отнести туда и туда. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, не спускайся взять свои вещи. А кровля — это высота духовная. То есть кто будет занят духовным деланием, вниманием сердечным, молитвой, стремлением, процессом вот этого выстраивания своей жизни по евангельским заповедям. Не спускайся взять свои вещи, не суетись о мирском, о земном, не беспокойся об этом. Доверь это Богу. Иди прямым путем. И потому он и говорит, не вспоминай жену Лотову, вот как раз таки. А дальше говорит, что в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. То есть даже родство вас не спасет. Суд будет индивидуальным, он будет личным. Не спасет ни родство, ни принадлежность к церкви, ни принадлежность к какой-то определенной нации или религии. Ну уж понятно, что ни богатство, ни чего-то, но в данном случае двое будут на одной постели, двое будут принадлежать к той или иной церкви, к той или иной христианской динаминации или вообще религии, родственники. А вот суд будет индивидуальным. Один возьмется, другой оставится. То есть вот эта личная наша ответственность. С одной стороны, спасение – дело коллективное, в том смысле, что мы все зависим друг от друга. И наше спасение не происходит без взаимодействия с ближними, любви к ближним, молитвы за них, помощи, стояния, так сказать, за них горой, если это требует ситуация. Но в то же время судиться-то каждый будет по одному. Видите как? И, соответственно, вот так Господь жестко, страшно, но правдиво говорит. И ученики спрашивают, где Господи? То есть, а где все это будет? Как? Вот эта фраза, где труп, там соберутся и орлы. Ее очень по-разному трактуют. Есть разные объяснения. Есть объяснение, что ученики как бы спрашивают, куда они будут взяты. Вот эти, кто один возьмется, другой оставляется. И Господь говорит, где Сын человеческий, там все святые, легкие, высоколетающие, тогда как грешники тяжелы, и потому остаются внизу. Как тогда, когда лежит мертвое тело, все плотоядные птицы слетаются к нему, так и тогда, когда явится с небес Сын человеческий, умерший за нас и вмененный в труп, соберутся все святые и самые ангелы. Это одно истолкование, да, но есть и другой смысл здесь. Трупом иногда называют мир, что мир будет в состоянии уже агонии предсмертной. И орлы – это, наоборот, как бы, да, вот искушение, которое, наоборот, бесы будут атаковать уже, чтобы добить, как бы, да, человечество. И вот, как бы мы это ни понимали, да, в любом смысле Господь говорит, это не будет где-то в какой-то точке, это будет везде. Это будет с вами, это будет в вашей жизни. И мы с вами не знаем, вот всегда интересует людей, живем ли мы сейчас в последние времена, или все-таки еще нет, да, есть масса спекуляций, о чем многие люди сейчас с ума сходят от этих вопросов. Просто там уже работа для врача, психиатра, да. А на самом деле, да всегда был конец света. Он всегда был и будет. Он происходит. Происходит в душах людей. Он происходит все время. И не так важно, приближается ли второе пришествие, или у нас еще есть время. У нас никогда нет времени. Самое большое, что дьявол, самая большая обман, самая большая ложь дьявола, что у нас много времени для покаяния, для молитвы, да, для заморочек всякими ненужными мирскими делами, потому что, как святые отцы говорят, у кого мирское в сердце превыше всего, у того не будет Царствия Небесного в сердце. Кто мирское ставит выше, кто мирское Царствие Небесное ставит вперед, у того настоящего Царствия Небесного, Христа, не будет. Христос с теми, кто ищет Его. И времени никогда нет. И в первом веке уже говорили при дверях, да, и мы с вами говорим. Поэтому, соответственно, тут сроки и времена не так важны, а важна правда, что состояние вот это, да, оно всегда. Вот даже такой простой пример, ведь всем подходить к чаше, причащаться, да, ну кто из вас причащается, кто христиане, практикующие, да, скажем так. Это тоже момент страшного суда для нас с вами. Если мы без любви, без прощения подходим с яростью в сердце, со злобой в сердце на кого-то, вот наш страшный суд. Ну, я уже даже не говорю про смерть, да, каждого из нас. Это тоже предстанем пред Богом. В любой момент каждый может представиться. То есть, соответственно, где труп, там соберутся орлы, да, то есть, иными словами, да в любой момент и везде. Дорогие, я очень благодарю вас, что мы читали Евангелие вместе сегодня, что вы потратили эти 25 минут. Я надеюсь, что вызвала наша беседа желание и самим почитать святых отцов. Я, опять же, повторяю, что есть очень хороший сайт, называется optinobible.ru, и там можно читать священные писания с толкованиями. Ну и также можно просто приобретать, я думаю, сейчас вообще не проблема, найти в интернете. И читать особенно. Святитель Иоанн Златоуст, конечно, очень благодатно и правильно настраивает душу. И пусть для нас с вами ориентирами служат исключительно слова Господа, ничьи либо другие. Сейчас время лукавое. Лукавства в мире очень много. И оно иногда исходит от людей, которым мы так доверяем, или так им верили, так их любили. Люди сейчас впадают в отчаяние, в разочарование, пишут нам об этом огромное количество писем с Рафаилом. И я хочу всем вам, я отвечаю по возможности всем, но могу сказать одно. Дорогие мои, держитесь за Христа. Евангелие у нас есть. Молитесь. Молитесь. Даже можно такую простую мысль даже вот повторять Господи. В руце Твоей предаю дух мой. Ты сам устрой все по милости Твоей. Или в твои руки, Господи, отдаю себя, всю мою жизнь, моих родных. Ты сам все устрой по милости Твоей. И полностью положиться на него. И думать только об одном. Мои мысли, мои чувства к родным, к чужим, к злым и добрым. Моё покаяние, моя жизнь, мои дела. Не смотреть ни направо, ни налево и делать то, что делаете. Всех сердечно обнимаю. Всех, кто с нами и кто поддерживает наш канал, очень и очень благодарю. И до самых скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok